всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодняшний влог я хочу начать с кадров из магазина фамилия я на самом деле люблю очень этот магазин но достаточно давно здесь не была решила сюда приехать вообще ехала с мыслями о том чтобы купить салатник небольшой и такой ну как бы среднего я бы так сказала размера но к сожалению салатник я не нашла но нашла много что интересного другого люблю этот магазин но этот магазин скорее как некая такая знаете централизованная организованная барахолка я бы так назвала потому что здесь все вот ну такое остатки со всех магазинов достаточно сложно найти допустим комплект посуды или что-то такое но бывают очень интересные вещи я на самом деле люблю ходить ковыряться во всем этом я бы так это назвала и получаю некое удовольствие после посещения этого магазина хотя в принципе покупаю там ну так немного всего но просто кайфу отдыхают так сказать Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Ну и, конечно же, помимо посуды я еще покопалась, скажем так, покопалась в одежде, и мне очень понравилась вот эта юбка, очень понравилась она хорошо, на мой взгляд, на мне села, но я мерила все на джинсы, вообще поверх своей одежды, потому что мне было очень лень раздеваться. Очень понравилась эта юбка, стоила она в районе 800 рублей, но я ее не взяла, я когда подошла к кассе, уже хотела ее купить, стояла там в общем в очереди и решила еще раз эту юбку посмотреть, вообще вещи, фамилии нужно хорошенечко просматривать обязательно, потому что может быть брак, могут быть какие-то дырки и так далее. И я как раз таки на этой юбке внизу на подоле увидела дырку, соответственно, я не взяла. Еще примерила вот такое платье, оно мне очень понравилось, очень понравилось качество этого материала, опять же, повторюсь, я здесь мерю все это на джинсы, поэтому здесь это выглядит немножко так, не очень, вот, на джинсы сверху одела. Вот, и мне очень понравилось качество этого платья, не знаю, вот я как раз думала, стоило оно что-то в районе 700 рублей, я вам потом в покупках покажу, что именно взяла. И, соответственно, подумала, что цена недорогая, почему бы его не взять, тоже его хорошенечко всего обсмотрела, чтобы не было дырок, здесь ткань такая очень похожа на лен, и еще есть подкладка, вот, так что вот такое вот еще померила платьице, еще кое-что там понамерила, но уже, наверное, кадры не попали. Так, ну что, приехала я домой, снова зашла в мясной магазин, купила, в основном зашла для того, чтобы купить своим девочкам вкусняшки, скажем так, значит, купила вот такие, это сердечки индейки, значит, здесь у меня килограмм, вот смотрите, девочки, как я даю, да, у меня лабрадориха и шпиц, я делю пополам, то есть здесь у меня килограмм, полкило, и делю, то есть по 250 грамм, грубо говоря, но я так на вскидку, то есть не взвешиваю, и половину, то есть каждому даю, короче, по 250 грамм, точнее, Бонни больше, Джуси меньше у меня получается, и вот сейчас я им дам, и потом остальное заморожить, чтобы у меня уже было, так как дети уже, у меня в школу, в садик не ходят, я уже реже буду туда ездить, поэтому это мои запасы. То же самое у меня происходит с куриными желудками, здесь у меня 2 килограмма, вот у меня упаковали в 2 пакетика по килограмму, ну, почти тут по килограмму, то есть я поделю пополам один пакет, поделю пополам второй пакет и даю им, то есть, ну, буквально вот получается горсточка у меня получается старше, то есть это не основной прием пищи, это в качестве вкусняшек. Вот они у меня уже тут, уже ждут, давай-давай, мама, да, давай-давай, сейчас поделю. И здесь еще купила я печень индейки, она редко бывает, но все же бывает, в общем, сейчас я хочу ее пожарить. И здесь купила куриную грудку, куриную грудку 2, ну, 2 целых штучки, да, вот таких, вот, так что вот такие покупки в магазинном мясном, сейчас покажу, что купила фамилия, только девчулям дама тоже невозможно, да, уже просто невозможно, сейчас дамам. Вот, девочки, видите, я разделила, то есть, 4 пакета у меня получилось с 2 килограмм, и вот это на двоих, то есть, если маленькой, это более-менее прием пищи, то старшей, это перекус, она, как бы, по объему ей маловато, поэтому это у меня в качестве вкусняшек. Сейчас я положу это в морозилку, потом разморожу, когда нужно мне будет, да, и дам им. Даю тоже, на самом деле, не каждый день, все, не знаю, зависит от обстоятельств. И теперь давайте покупки из магазина «Фамилия». Во-первых, посмотрите, какой классный, кто это, графин, кувшин, да, наверное, кувшин больше. Вообще, я думала его использовать как вазу, но, наверное, нет, наверное, все-таки я, в общем, ну, мужу у меня делает там всякие настойки, наливки, там я не знаю, всякую такую ерунду, и как раз вот так вот сюда налить, или, может, какой-то компот, или просто воду, ну, в общем, очень он мне понравился, такой формы классный, вообще супер. Стоил 499 рублей, у меня еще была скидка по карте сегодня 5%, поэтому чек я вам обязательно тоже покажу, вот. Дальше. Купила два вот таких салатника стеклянных по 149 рублей вместе с крышкой. Вот таким образом они выглядят, очень мне тоже понравилось. У меня, я там же, кстати, покупала тоже, и, по-моему, еще в ленте покупала, у меня есть такие емкости квадратные для хранения в холодильнике. Вот это я тоже использую для хранения в холодильнике. Вот, например, остался там рис или гречи, переложил, закрыл, даже просто какой-то салатик немножечко сделать, будет отлично. Так что две вот такие вот мне пригодятся, их было всего две и только с такими крышками. Вот, поэтому я взяла. А здесь, девочки, я взяла стаканы. Стоили они 299 рублей минус 5%, 6 штук. Мне кажется, дешевле просто не найти. У меня бьются стаканы, кружки, чашки, как я не знаю что, поэтому вот такие вот симпатичные стаканчики я купила, вот. Ну, мои разобьют, как всегда, потому что, помните, я покупала в Фикс Прайсе такие термокружки, да, которые двойные такие. В общем, у меня осталось их всего две, вот, из шести. Так что купила новые 6 штук вот такой формы. Ну, были бы какие-нибудь другие, взяла бы другие. За 200, ну, считайте, за 300 рублей 6 штук, мне кажется, вообще супер. Вот такие вот прикольные стаканчики. Сейчас я все эти наклеечки буду отдирать, сейчас все намою тут. Вот такие вот классные стаканчики. Ну, вот, летом как раз сейчас у нас очень актуально. И сейчас покажу из одежды кое-что купила. Так, еще фамилии купила вот такой вот коврик. Очень классный коврик, у нас такой один уже есть. Он лежит у нас как бы с центрального выхода. А выхода, выход у нас еще есть как бы с веранды, по-другому столовая, гостиная, да. У нас там такая балконная дверь, и я хочу туда положить. Скорее всего, я на улицу, у нас там небольшое такое крылечко. Скорее всего, я на улицу положу, но сейчас идут дожди, сейчас не буду класть. Вот, потом положу. То есть он с этой стороны вот такой прорезиненный. Ну, обычный, да, все знают, такие коврики. Вот эти предверные, вот. Но я на улицу его положу, и стоил он 349 рублей, минус 5% скидка у меня сегодня была. И я, девочки, купила вот это платье, которое показывала вам в примерочной. Очень оно мне понравилось. Во-первых, качество материала мне очень понравилось. Стоило оно, так, стоило оно 699 рублей. Вот такое платьица. 44 размер это. И она там была в единственном экземпляре, висела. Планирую его носить как бы по участку здесь. То есть летом сейчас также прогуляться там до Финского залива, с собачками. Ну, просто, да, вот в такую погоду. Конечно, не очень оно мне подчеркивает талию, но мне нравится. Без нижнего белья можно отлично носить. Супер, я буду в нем как раз ходить. Хотя оно красиво будет смотреться, мне кажется, из джинсовой какой-то курточкой, с кедами. Не знаю, в общем, понравилось мне. И еще я взяла вот такой вот комбинезон. Он мне обалденно понравился. Единственное, что здесь, видимо, был когда-то пояс. Его нет. Классно сели, ну, по мне, так шортики на мне. Тоже вот для прогулок каких-то, не знаю, на море надо, девочки, ехать. Да, уже здесь такой спущенный рукав. Вот это вот очень красиво сидит. Тоже, по-моему, 44 размер. Это, да, тоже 44 размер. Вот 799 рублей оно стоило. Вот. Это у нас получается вот такая марка. Вот. Мне кажется, детские вещи есть в такой марке. По крайней мере, мне так кажется. Вот. С белым ремешком, с кедами. Я примерю, сейчас вам покажу. Здесь еще идут кармашки. Здесь очень классная ткань. Такая прям хлопок-хлопок. Вот. И еще купила нижнее белье. Мне нужно было белого цвета. Белого цвета, в общем, на меня было только одно. Вот такое. Я не примеряю там нижнее белье. Я как бы, ну, беру там 42-44 обычно размер. Это 44 сейчас взяла. Вот. Потому что они мне показались. Там был 42-44 одинаковые они были. Ну, я думаю, возьму 44-ю, чтобы резинка, да, не впивалась уже. Так вот сзади выглядят. Кстати, очень классно там покупать белье. Есть такое достаточно прикольное. Вот это не знаю, что за марка. Вот так называется марка. Вот. Но мне все равно, мне кажется, симпатичненький. Здесь идет хлопок, а сзади просто круженые. Давайте сейчас примерю и платье покажу. И вот это вот уже нормально. То я там на джинсы все мерила. Потому что раздеваться было лень. Итак, девочки, вот это платье. Ну, я буду вот, как бы, знаете, ну, короче, здесь ходить. Не то, чтобы как домашнее. Просто, не знаю, до соседки зайти, грубо говоря. Ну, что-то в этом духе. Ну, в принципе, и дома в таком ходить. Мне очень нравится. На загорелой коже он будет смотреться. Вообще это платье будет классно смотреться. Мне очень понравился и рисунок, и само качество платья. Оно, знаете, чем-то напоминает такое льняное платье. Мне кажется, сейчас летом будет тепло. Вообще супер. За 600 рублей, девочки, вообще, мне кажется, классно. Не сильно, конечно, подчеркивает мою талию. Мне кажется, даже немножко полнит. Ну, а здесь, так сказать, дома ходить вообще супер. И вот, девочки, этот комбинезончик. Я одела сюда беленький такой поясок. Это у меня такие белые парусиновые тапочки. Им сто лет в обед. Вот, рюказачок мой беленький. И в путешествие на море осталось только... Не, на самом деле комбинезончик очень классный. Единственное, что он такой здесь мятый. Надо его отгладить. Надо его состернуть немножко. Ну, мне кажется, ну, вот по мне так смотрится вообще потрясающе. Особенно где-нибудь, если на море поехать, например. Поехать куда-нибудь на экскурсию, да. Вот так вот, девочки, согласитесь со мной. Я уже готова на море ехать. Вот, так что вот такой вариант вообще супер. Если поедем на море, то я его обязательно с собой возьму. Здесь еще есть кармашки. И вот так вот классно выглядит. Так, и давайте покажу чек. Так, кому интересно, вот салатники обошлись по 141 рублю. Это нижнее белье, трусики, да, 284 рубля. Комбинезон 759, платье 664 рубля. Это вот эти стаканы получилось у меня, 284 рубля. Пакеты там бесплатные. Это графин 474 рубля получился, видите. Вот, и коврик 331 рубль. Супер. Вот, итого у меня получилось 3079 рублей. И вот я здесь уже пожарила печенку, печень индейки, да. Я ее вот так вот порезала, немножко там почистила. Хотя печень индейки достаточно чистая по сравнению, например, с куриной. То есть куриную нужно больше чистить, чем печень индейки. Именно поэтому мне печень индейки нравится больше. Муж сказал, что будет ее есть с солеными огурцами. Открыл тут у меня баночку, мои старые запасы, скажем так. Вот, и решил есть ее просто с солеными огурцами, без всего. Хотя у меня на гарнир еще была греча. Но он что-то не захотел у меня гречи. Но с солеными огурцами, кстати, очень вкусно печень. Вот, получилось. Так что я ее просто обжарила без муки, без всего. Не стала добавлять ни сметаны, ни ничего такого. А здесь мои девочки наелись мясо. Я им еще дала немножко печени. Вот, поэтому они у меня тут наелись и пригрелись. Я включила отопление. У нас пол теплый здесь как раз. И видите, они у меня так прямо пригрелись, сытенькие и спят. И мы возобновили наши вечерние прогулки, вечерние парменанды, можно так назвать. Младшей моей собачке уже сделаны все прививки. Мы отсидели дома карантин. Старшая собачка тоже у меня полностью уже здорова. Поэтому мы уже вовсю начали гулять. Единственное, что начались дожди. И иногда просто невозможно пройтись вечером прогуляться. Но мы стараемся в промежутках между дождей все-таки прогуляться. Младшая еще, конечно, у нас трусишка. Она не понимает вообще, зачем ее выводят на улицу. Зачем вообще все это нужно. Повторяет все за старший. Но все-таки я думаю, что потом, чуть позже, для нее уже будет наслаждение гулять. Музыка 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 Музыка